Привет всем, с вами установочный центр ПК Авто и одноименный интернет-магазин. Сегодня у нас Subaru Levork, да? Правильно сказал? Да, и я не с привычной стороны сижу. Да, праворульный суперкар. Да что, покажи, что там сзади. Огромный автобус, универсал. Классно выглядит, классно едет. Клиент говорит, что порядка 30 лошадиных сил здесь. Ну не 30, 300. Ой, 300. Я что-то путаюсь сегодня. В общем, что было сделано. Сюда была установлена магнитола фирмы Vomix. Большая была проведена работа по той причине, что блок климата здесь был другой. Как будто с голубой подсветкой. Клиент купил полностью взаимозаменяемый блок климата. От, это понятно, что Форестера. Ну, с тремя крутилками. Они полностью работают. Мы все это проверяли. Все температуры отображаются на бортовом компьютере. Ну, только это пассажирская крутилка левая, да? Правая водительская. Это все есть. Авто. Все направления работают. Все это прекрасно работает. Далее. Здесь стоял пионер японский с японскими радарами, с какими-то японскими твотинерами. Короче, целый ворох оттуда проводу фуннули. Поставили магнитолу на андроиды фирмы Vomix. По железу. Это 4.64. Мне, кстати, тоже неудобно, ну, непривычно левой рукой текать в экран. Android 10, 4 оперативной памяти, 64 встроенной, из которой доступно 53 гигабайта. Встроенной 4G, Wi-Fi, все как положено. Значит, штатную камеру заднего вида. Здесь еще с Японии стояла хорошая камера, мы ее не стали менять. Мы ее просто подключили. Включение задней у нас отображается камера заднего вида. Плюс, вверху экрана отображается заводская обгонная камера. Она остается, как остается. Кнопочки аварийки, все эти контроль шасси, все работает, как и работало по заводу. Мультироль. Кнопочки на руле были немножко доработаны, потому что они, мне кажется, тоже немножко не от этой машины. Все задействованы. Выключить звук громче, тише. Все прекрасно работает. Кнопка минус нам включает. Ничего не включает, домой. Кнопка Map включает нам Яндекс.Навигатор. Кнопка Source нам приглушает экран. Да, кнопка поднять трубку у нас открывает диалог разговора по телефону. Положить трубку тоже. А вот эти кнопки мы задействовали на... Расскажу, на что мы их задействовали. А, это перемотка вперед и перемотка назад. Уже очень много кнопок, столько функций нет в Андроиде. Это тоже все работает. Далее. Ну и правый тоже, соответственно, работает. Ну, правый это блок кнопок, он от приборки. Омыватель, давай покажем. Омыватель, камера заднего вида. А какую крутилку надо нажать, чтобы омывать? Наверное, левую. Сейчас, момент. Включаем левую крутилочку. У нас омыватель камеры срабатывает. Прекрасно омывает, камера чистая. Ну, изображение из этой камеры вполне достойное. Мы не стали менять лишних, как бы, работ выполнять. Составил алгоритм поездки. Поверните направо. Ну, Яндекс.Навигатор говорит, как обычно. Работает разделение экрана. Например, нажали квадратик, навигатор налево. Справа поставили, например... Ну, например, давайте поставим YouTube. Соответственно, едем. Едем, смотрим Яндекс.Навигатор. И тут, наверное, Яндекс.Навигатор надо справа ставить. Ну, это уже как удобно. Не нравится? Но, все равно, приоритет у левого окна. Поэтому, ты же не можешь, как бы... А, можешь и так сделать? Можно YouTube на весь экран открыть. Прекрасный аппарат, шустро работает. В общем-то, все прекрасно. А, USB у нас в перчатчатом ящике. Да? Они там есть. USB и слот под сим-карту. USB-шки. То есть, сим-карту можно вставить, не вынимая магнитолу. Это очень удобно. Любой оператор. Купили МТС, сим-карту. Поездили, не нравится. Купили любой другой. Такой вот автомобиль у нас сегодня был на установке. Установка была... Ну, потребовались какие-то специнструменты, какие-то дела. Но мы справились. Так что ставьте лайк этому видео. Заходите в наш интернет-магазин. И обращайтесь к нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!